МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире ВЕТО «Вечерний Вестник». Я Екатерина Рухтина. Здравствуйте. Об основных событиях этого дня в Прикамье расскажем в ближайшие 20 минут. Смотрите сегодня в выпуске. Вынужденные переселенцы. В Перми уже в ближайшие дни ждут прибытия бежавших из Донецкой и Луганской народных республик. Чем готовы помочь людям? Оснащаем, строим, развиваем. В правительстве обсудили развитие среднего профессионального образования в Прикамье. Какие планы на этот год? Мистер Нокаут. В Перми состоялся показ громкой премьеры российского кино. О чем повествует картина? Пермский аэропорт сообщил об отмене рейсов в Ростов-на-Дону и Краснодар до 2 марта. Это связано с решением Росавиации о приостановлении работы 12 аэропортов на юге России из-за ситуации на Украине. Ограничения коснулись Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика и Листы, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя. Что касается Пермского аэропорта, полеты в других направлениях, Большое Савино продолжает в штатном режиме. В Перм со дня на день приедут первые вынужденные переселенцы из Донецкой и Луганской народных республик. В регионе принять людей уже готовы. Краевые власти организовывают пункты временного пребывания, а пермики участвуют в сборе гуманитарной помощи. С подробностями наш корреспондент Юлия Рожкова. Девочки, принимайте. Помещение Краевого фонда социальной поддержки на бульваре Гагарина-10 почти заполнилось за два дня. Пермики несут теплую одежду, обувь и средства гигиены для людей, ищущих убежище в России. Семьями приходят. Вчера приходили очень много с детьми. Приносили свои игрушки. Дети делились своими игрушками, канцтоварами, книжечки детские приносили. И говорили, что это для деток, которые к нам приедут. Среди переданных вещей и посылка от ребят из Осинского детского дома. Дети пишут, мы хотим поддержать вас. Читайте, играйте, рисуйте мир. Все наладится и все будет хорошо. Первые 500 человек должны приехать в ближайшие дни. Их разместят в пунктах временного проживания. Туда же отправят собранные вещи. Базовыми у нас стали территории лагерей отдыха в Звездной городе Перми. Там мы можем разместить 250 человек. Комета – это Пенский район, 150 человек. Сказка в Березняках – 130 мест. Сегодня смотрим оазис в Нытве. Это санаторий-профилактория. И Атлант, поселок Майский. Потребности людей будут уточняться по мере размещения. В чем покинули свои дома и что смогли взять с собой бегущие от опасности женщины и дети, пока неизвестно. Гуманитарную помощь принимают во всех территориальных отделениях Минсоцразвития Пермского края. Юлия Рожкова, Семен Соснин, телекомпания «Ветта». Экс-губернатор Пермского края Максим Решетников попал под санкции Евросоюза из-за конфликта России и Украины. В официальном документе сказано, далее цитата, Максим Решетников делал публичные заявления с возложением планов и приоритетов правительства РФ в отношении экономического развития Крыма и Севастополя. Поэтому он несет ответственность за действия и политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Конец цитаты. Полный санкционный список был опубликован сегодня в официальном журнале ЕС. Всего в перечне 571 фигурант. Это российские депутаты, поддержавшие признание независимости ЛНР и ДНР, высшие федеральные чиновники, олигархи, а также некоторые сотрудники государственных СМИ. Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за прошедшие сутки. В Пермском крае подтверждено 4408 новых случаев заражений COVID-19. Из них 674 – это дети. На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находится 347 пациентов. Из них 113 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8251 человек. К другим темам. В Прикамье продолжают развивать средние профессиональные учебные заведения. Планы по поддержке СПО обсудили в рамках очередного заседания правительства края. В этом году в региональных техникумах и колледжах планируют создать 12 современных мастерских. Также в списке у властей на ближайшие годы и строительство новых общежитий. Подробности в нашем следующем сюжете. Значит, сперва вам нужно замерить габариты заготовки. То, что проходили на лекциях, будущие операторы станков ЧПУ, теперь отрабатывают на практике, которая позволяет приступать к работе по специальности сразу же после выпуска. И это большой плюс, говорят студенты. Нам недавно завезли станки «Протон». В будущем я считаю, что если мы на них сейчас будем работать, они нам обязательно помогут в трудоустройстве, в нашем понимании вообще нашей профессии. Помогают в этом как раз такие мастерские, которые создаются в регионе в рамках нацпроекта образования, инициированного президентом России Владимиром Путиным. Активное участие в обучении будущих специалистов принимают предприятия, приглашают студентов на практику, помогают в обновлении оборудования. И вот эти мастерские, этот ремонт, который здесь сделан, и оборудование, которое здесь устанавливается, это результат взаимодействия совместных мероприятий и нашего правительства Пермского края, и наших крупных работодателей, но в первую очередь АДК «Пермские моторы». Развитие среднего профессионального образования – одно из приоритетных направлений для краевых властей. Так, в учебных заведениях появляются новые мастерские, открываются современные лаборатории. Кроме того, сейчас строятся новые корпуса для авиационного техникума, ведется масштабная реставрация техникума «Славянова». Развитие профессионального образования глава региона Дмитрий Махонин обсудил сегодня с краевым правительством. В два раза мы увеличиваем финансирование на приобретение современного оборудования. При этом очень важно, что здесь с нами в рамках государства частного партнерства участвуют наши пермские основные промышленные гиганты, предприятия «Протон-ПМ», «Этафракс», «Пермские моторы». Всего в этом году в Прикамье будет создано 12 мастерских в техникумах и колледжах. До 2024 года начнет свою работу еще 21 мастерская. Также до 2024 в Крае планируется построить пять общежитий для студентов. По одному в Чернушке и Губахе и еще три в Краевой столице. Качество связи – один из главных критериев выбора оператора для почти 82% россиян. Такой расклад подталкивает операторов к развитию сетей и сокращению количества белых пятен на карте. Что делается в этом направлении, изучила Валерия Ермакова. Более 200 объектов связи в 22 населенных пунктах края построили и модернизировали связисты в 2021 году. Об этом рассказали в пермском филиале МТС. Проведенные работы позволили увеличить среднюю скорость мобильного интернета в крупных городах Прикамья до 30%. К их числу относятся Пермь, Березники, Соликамск, Чайковский, Кунгур и входящие в их состав малые населенные пункты до 1000 человек. Мы непрерывно ведем работу, мы анализируем нагрузку на наших базовых станциях, в том числе при помощи сбора и обработки большого массива обезличенных данных, так называемой бигдаты. И не только ориентируемся на текущую нагрузку, но и стараемся спрогнозировать нагрузку и прийти с модернизацией в те точки, где еще только прогнозируется рост трафика. На этом связисты не останавливаются. Мобильный трафик в Прикамье ежегодно растет в среднем на 30%. Все это требует надежной инфраструктуры, которая выдержит растущую нагрузку. Для этого МТС планирует в этом году обеспечить ковровое покрытие мобильной связи 4G. Это позволит абонентам находиться в стабильной зоне высокоскоростного интернета, несмотря на повышенную нагрузку. При этом они смогут пользоваться услугами на максимально возможных скоростях. Второе направление работы – обеспечение связи в малых населенных пунктах и на трассах. В рамках сотрудничества с Министерством информационного развития связи Пермского края в 2022 году зона покрытия будет расширена. Связь и интернет появятся в малых населенных пунктах, в которых сейчас этих услуг нет совсем. В этом году более 6 тысяч человек из 20 населенных пунктов впервые смогут пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом. Валерия Ермакова, Виктор Морозов, телекомпания «Ветта». Отдают практически не глядя. В Перми несколько человек пострадали от действий одной компании. Организация, как заявлено на ее сайте, много лет профессионально занимается установкой окон и остеклением в Перми. Вот только цены за свои услуги завышает в 6 раз. Ситуацией разбирался мой коллега Виктор Козеев. К Маргарите Аристарховне мастера по замене окон пришли поздно вечером. Заменили резиновую прокладку, за работу взяли 8 тысяч рублей. Просили 41 тысячу, но на тот момент у пенсионера больше денег просто не было. Бабушка заняла часть суммы у соседки. Говорит, после покупки до пенсии оставалось в кармане всего 200 рублей. Когда вот он последний 8 тысяч взял, у меня ведь денег совсем не было, я 5 тысяч занимала у постороннего человека. А 8 тысяч он взял на что? А вот там не знаю что-то, тут написано. А, надо было больше, не 8, а что-то сумма-то, 40, вот сумма-то большая, правильно. А у меня больше нет, я пришла, вот выложила, больше у меня нету. В течение прошлого года к Маргарите Аристарховне мастера приходили еще два раза. И один раз снова ремонтировали окно. На этот раз за 25 тысяч. Родственники постоянно пытались отговорить женщину от сделок, но это не помогло. В итоге за три визита пенсионерка отдала в сумме около 50 тысяч рублей. Оказалось, что она уже подписала на тот момент договор. Договор был на 25 тысяч. Ну, я, к слову, оценщик, сама эксперт. То есть это окно порядка, ну, 6 тысяч стоит реально. То есть она в таком понимании осталась, что они все-таки добрые люди, они помогают. Договор на ремонт окон пенсионерка заключила с ИП Паршиным Виктором Игоревичем. Организация «Заводские конструкции». В их группе ВКонтакте указано, что они много лет профессионально занимаются установкой окон и остеклением в Перми. Там же написано, что организации имеют филиалы в Челябинске, Новосибирске, Томске, Кемерово, Нижнем Тагиле и Самаре. Штат сотрудников постоянно расширяется. Вот, например, на сайте «Зарплата.ру» объявление о наборе менеджеров-водителей в Перми. Зарплата от 50 тысяч рублей и выше. Выезд уже по готовой заявке без холодных звонков. Рассмотрят кандидатов без опыта работы. Не требуется QR-код. На собеседовании с удовольствием делятся нюансами работы в заводских конструкциях. По словам руководителя филиала, его сотрудники зарабатывают немалые деньги. И даже летают на отдых за границу за счет компании. Вот, например, все тот же Михаил Алексеевич в социальных сетях рассказывает о плюсах работы в компании. Вы когда-нибудь задумывались о том, что вы можете стать первым миллионером в своей семье? Или компания может дать вам эти возможности? А то, что компания может дать возможности полететь за границу абсолютно бесплатно и жить как короли? Когда-то для меня это были только мечты. Однако рассказывать о своих бизнес-успехах Михаил Алексеевич на камеру почему-то отказался. Визит съемочной группы в пермский офис заводских конструкций руководителя филиала не обрадовал. Что касается ИП Паршина, то этот индивидуальный предприниматель зарегистрирован в Челябинской области. Разрешенный вид деятельности – полный спектр строительно-монтажных и отделочных работ. В Перми его деятельность связана с организациями заводские конструкции и наши люди. Клиенты этих компаний считают себя обманутыми и активно делятся своими историями в социальных сетях. А в полиции рекомендуют обращаться к ним с официальным заявлением. Ведь только в этом случае можно найти справедливость и привлечь нарушителей к ответу. Виктор Козеев, Виктор Морозов, телекомпания «Ветта». И все-таки закрыли. С 25 февраля Пермский зоопарк закрыт для посещения. Соответствующая информация появилась на официальном сайте учреждения. Как уточняется на сайте, зоопарк не будет работать в связи с проведением мероприятий для получения лицензии по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках и т.д. Пермский зоопарк не смог получить лицензию на продолжение деятельности. И, как отмечают эксперты, скорее всего уже и не получит. Места в существующем зоопарке для необходимых трансформаций нет. Остается лишь ждать, когда пушистые и пернатые новоселы переедут в новый зоопарк. В 2021 году жители Прикамья выплатили судебным приставам почти 9 миллиардов рублей. Как выяснила Валерия Ермакова, за этот период приставы закрыли порядка полутора миллионов исполнительных производств. Новости региона далее в нашем эфире. Добрый вечер. В селе Усть-Кишерть отремонтированы самые аварийные участки водопровода. Работы по перекладке проведены на более чем 7 километрах по улицам 70 лет Октября, Коммунистическая, Вокзальная, Мира, Аксенова и другие. На эти цели из бюджета Пермского края было направлено более 11 миллионов рублей. И почти 4 миллиона рублей было выделено из местного бюджета. Замена коммунальных сетей позволила улучшить качество водоснабжения 4 тысячам жителей села, исключить возможность возникновения аварийных ситуаций, а также уменьшить объемы потребляемой энергии за счет снижения потерь на сетях. 22.02.2022. В эту особенную зеркальную дату свой брак в Прикамье зарегистрировали более 400 пар. Только в краевой столице во вторник женилось 225 пар. Это в два раза больше, чем в этот день обычно. Резервация мест на бракосочетание в этот день началась еще с середины прошлого года. Благо, сейчас заявление можно подать за 12 месяцев. Поэтому будущие молодожены могут выбирать удобные даты. Следующими красивыми датами для свадьбы будут 12.12.2022 и 22.12.2022. В прошлом году жители Прикамья выплатили судебным приставам почти 9 миллиардов рублей. По данным Краевого управления Федеральной службы судебных приставов, только 2 миллиарда 800 миллионов рублей из них должники выплатили добровольно. В остальных случаях сотрудникам ведомства пришлось накладывать на имущество арест. За этот период приставы закрыли порядка полутора миллионов исполнительных производств. За несвоевременное исполнение судебных решений и других актов у полномоченных органов жителей региона заплатили в федеральный бюджет около 642 миллионов рублей исполнительного сбора. Для сравнения, за 2020 год было взыскано более 10 миллиардов рублей. Это были новости региона. К слову, здесь мы можем рассказать и о ваших новостях со всех уголков нашего края. Присылайте их вместе с фотографиями и видеозаписями на указанный на экране номер через мессенджеры WhatsApp, Viber или Telegram. Поделитесь со всем Пермским краем. На этом у меня все. Сегодня в краевой столице состоялся показ драмы Артема Михалкова «Мистер Нокаут». Фильм рассказывает о жизни и приключениях легендарного советского боксера Валерия Попенченко, чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио. Примечательно то, что консультировали съемки фильма, а также снимались сразу в нескольких ролях представители Пермской школы бокса. На творческой встрече с актерами и создателями побывала Полина Рифа. Валерий Попенченко – человек гагаринской породы. У них даже лица похожи. Распахнутое лицо, белозубая улыбка. Они, собственно, сверстники. Гагарин космический прорыв совершает в 1961 году, а Попенченко – три года спустя, когда он становится лучшим боксером мира на Олимпиаде в Токио. Но фильм не столько о рекордах, сколько о способности реализоваться в самых сложных обстоятельствах. Известно, например, что спортивное, не только начальство, Попенченко не жаловало, которое подхалимство не терпело и слыл правдолюбом. Вообще он был по большому счету интеллектуалом. Валерий Попенченко был абсолютно легендой. Он был не только великий спортсмен, он был еще великий человек во всех других кипостасиях своих. Он замечательно знал литературу, он знал стихи, он играл в шахматы, он ходил в театр. То есть, казалось бы, боксер, как обычно люди привыкли относиться к боксерам, достаточно простые люди, которые просто ходят в ринг, постоянно в с утра до вечера занимают спортом. А вот этот человек, он был абсолютно противоположность этого мнения, мнение большинства. И даже фильм «Рокки», когда снимали фильм «Рокки», они брали за основу съемок, тренировок Сталлоне, за основу, как тренировал Кусикьянс Валерия Попенченко. То есть, это был нереальный дуэт между его тренером Григорием Филипповичем Кусикьянсом и Валерием Попенченко. Главная идея фильма – не важно, сколько ты получаешь нокаутов в жизни, важно, как ты встаешь после них и идешь дальше. Это очень важно. И как он пришел к этим победам, через что, через какие сложности, через какую свою борьбу, как бы жизненную, внутреннюю. Об этом кино. У нас есть и любовь, у нас есть и преодоление себя, у нас есть отношения с его матерью, у нас есть отношения с тренером. Там очень много всего есть в фильме. После презентации фильма в Москве и Петербурге Пермь стала третьим городом, куда приехал Артем Михалков с премьеры. Все дело в том, что президент местной федерации бокса сначала выступил на съемочной площадке в качестве консультанта, а потом и актера. Очень интересно оказаться внутри этих съемок, внутри этого бизнеса кинематографического, познакомиться с людьми. Второй режиссер у нас был Ирада Польских. Познакомился с Виктором Хореняком, это ведущий артист МХТ имени Чехова. Сейчас вы знаете, что он очень популярный артист. Познакомился с Сергеем Витальевичем Безруковым. Тоже никогда об этом не помышлял. Еще один пермский боксер, мастер спорта Эдуард Варанкин. Для него его роль тоже дебютная. А так он оценивает боксерский уровень актера, который сыграл легендарного спортсмена. Виктор Хореняк, он в детстве занимался боксом. То есть у него какая-то изначальная база подготовки все же есть. Его тренировал перед фильмом тренер наш, великий, заслуженный Константин Николаевич Копцев. Его консультировал на съемках Петр Рюришпалов, это президент нашей федерации. То есть он вышел уже достаточно подготовленным и в ринге был уверен. Фильм этот хорош прежде всего тем, что из небытия извлекает для широкой общественности имя человека с большой буквы. После окончания спортивной карьеры Попиченко работает на докторской диссертации. Но погибает при самых странных обстоятельствах в 37 лет. Возраст гениев, каким он и был гений своего времени. Полина Рифа, Владислав Рашидов, телекомпания ВЕТА. Это были все новости на сегодня. Спасибо, что провели время с нами. Я, Екатерина Рухтина, прощаюсь и желаю хорошего вам вечера.